Тихоокеанский флот и Каспийская владелия надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, заявил Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге. В парадной линии выстроились 45 военных кораблей, парусников, подводных лодок. Зрителями стали не только жители и гости Петербурга, но и несколько глав государств. Весь парадный день за его событиями следил и наш Субкор Дмитрий Маслак. И вот его репортаж из российской северной столицы. Горожане и туристы занимали места на гранитных набережных за несколько часов до залпов, а продавцы речных экскурсий до последней минуты предлагали лучшие зрительные места на теплоходах и катерах, снующих в акватории Невы. Салютные дивизионы в день военно-морского флота по традиции завершают длинный и яркий во всех смыслах праздничный день в Санкт-Петербурге. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов. Владимир Путин всю неделю работал в Санкт-Петербурге на событиях саммита России-Африка и на правах верховного главнокомандующего страны завершает свою петербургскую неделю, принимая военно-морской парад. После обхода выстроенных на Неве парадных линий на катере, Путин обращается к гражданам страны и военным морякам, стоящим в первую очередь на защите морских рубежей. Говорит президент России не только о связи флота и традиций, но и о планах. Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура! В этом году здесь, в военно-морском параде в Северной столице, принимали участие 33 корабля и катера, 4 подводных лодки и 8 парусных судов, а также порядка 3000 военнослужащих. Петербург с самого утра готовился к празднованию Дня военно-морского флота. В 10 утра зажглись факелы на аэростральных колоннах. Ну а повезло больше всего тем горожанам и гостям города, кто сумел занять лучшие места у воды. Зрителей морской парад приводит в колоссальный восторг. Еще до начала они рассказали, Сергей Тенн, что вживую зрелище повышает сплоченность россиян ничуть не меньше, чем по телевизору. Говорят, это точно стоило того, чтобы приехать на несколько дней в Петербург. В России с боевым духом, с патриотизмом очень хорошо. У нас, в принципе, все очень большой позитив и, как вам сказать, народ сплочен. Добирались на машине из Подмосковья. Ждем красочных ощущений, чтобы было замечательно, чтобы, как говорится, все было по-морскому. Когда все дождались и увидели воочию проход военных кораблей, некоторых эмоций стали переполнять настолько, что душа требовала в хорошем смысле выговориться. Камера CGTN оказалась ближайшей. Стоило нам закончить запись на Дворцовой набережной и оставить на секунду микрофон, у него сходу появился один из зрителей. Да ты оттуда сфоткай. Пожалуй, самые живые ощущения россиян от праздника в Петербурге. Как вам праздник? Да, нормально. Стойте там, оставайтесь. Как праздник? Праздник вообще обалденный, хороший. Можно по-новому. Праздник очень хороший. Много народу, много интересной техники было. Ребят, которые дембелизовались, находятся сейчас в запасе. Ну, вообще все круто. Сейчас будем ходить, гулять, развлекаться, познавать культуру Санкт-Петербурга, дальше узнавать о военно-морском флоте, потому что ему больше 300 лет. Из Москвы, да, да, да. Мы второй год уже празднуем здесь военно-морской флот. В прошлом году было немного скромнее, в этом году... Да, ну и в этом году тоже что-то почему-то, наверное, из-за погодных условий у нас самолетики не летали. Тоже было интересно посмотреть. Руль ЛМ-2. Есть руль ЛМ-2. И все же многим и без воздушной части, конечно, было ощущение праздника в Петербурге сполна. Говорят, ровно столько, что хватит до следующего военно-морского парада 28 июля уже 2024 года. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN, Россия, из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова